Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья У нас сегодня очень необычный гость Выдающийся композитор Георг Пелецис Здравствуйте, Георг Здравствуйте Георг окончил Московскую консерваторию На кафедре композиции И также защитил дипломную работу И затем диссертацию По полифоническим темам Крайне разносторонняя личность И более 50 лет преподавал В Латвийской академии музыки Контрапункты, полифонию И, конечно же, писал Значительные, выдающиеся произведения Которые исполняют и по всему миру И, конечно, в России И здесь, в Латвии Одним из исполнителей является Кремерата Балтика и Гидон Кремер Насколько я понимаю, он даже является вашим другом Правильно? Дружится Соученик, по крайней мере Соученик, да Вместе учились в школе И еще есть очень интересное Если вы помните, дорогие друзья Было интересное интервью У моих коллег на радио Болтком С Владимиром Мартыновым И как раз у Георга Пельцца тоже Есть очень интересное произведение Это переписка Переписывались сонатами Или переписывались музыкой Расскажите, что это за произведение Как оно возникло Это же действительно крайне интересно Ну, это, конечно, не соната Слишком громко сказано Это просто обмен музыкальными репликами Так я бы сказал Началось как-то с моего импульса Мы активно переписывались И в одном из писем я послал такое приложение Что ли, маленькое Маленький фрагмент музыкальный И написал Вот сейчас у меня такое настроение Вот просто так Не думай ни о каких проектах Вот приходит ответ Смотрю тоже музыкальное приложение И переписка Твой ход Значит, Мартынов со свойственным ему Концептуализмом Тоже решил за это что-то такое построить Вот и устроил такую вот Шахматную партию музыкальную Как долго она длилась? Несколько лет Несколько лет мы активно переписывались А потом, кстати говоря По его вине как-то прекратилось Ну, говорит, наверное, хватит уже Сколько уже мы переписывать Вроде уже все сказали Вот, ну и потом он действительно уже стал писать Такие огромные реплики музыкальные И постскриптум, постпостскриптум, постпостпостскриптум Так что было ясно, что как-то все это уже дело идет к концу Ну, где-то на час музыки набралось Исполняли это? Исполняли Мы с ним вдвоем исполняли И записывали в зале Чайковского ночью На фортепиано Для фортепиано, да? Да, да, да Два фортепиано нужно было И вот мы с ним там целую ночь записывали Специально сняли зал Там это все, правда, его жена Татьяна Гринденко устроила Всю эту техническую сторону Вот, так что довольно такой интересный случай Действительно, очень интересный Подскажите, почему вы решили поехать Именно в Московскую консерваторию? Петербург ближе И многие коллеги действительно начинали с Петербурга Ну, надо сказать, что вот упомянутый вами Гидон Кремер Вот спровоцировал такую мою поездку Потому что мы были соучениками Учились в одном классе Заканчивали специальную музыкальную школу имени Дарзеня И надо было куда-то поступать Все знали, что он едет в Москву Поступать к Давиду Федоровичу Остраху Вот, а я, значит, думал поступать здесь К кому-нибудь Или к профессору Скулта Или к Иванову Но Гидон говорит А почему ты не хочешь попробовать? В общем, я говорю Да меня не пустят Родители Как-то об этом разговора не было Пойдем, я их уговорю Как ни странно, пошел Уговорил И вот меня отпустили на консультации туда, так сказать, поехать Но я как туда поехал, так там и остался Потому что консультации уже начинали ступить на экзамены Вот, и как-то вот так вот все Неожиданно достаточно все состоялось А как попали к Араму Хачатуряна? Это же тоже выдающийся композитор Да, безусловно Так вот повезло Мне очень часто в жизни везло Особенно с педагогами Вот, пожалуй, одно из первых везений Это вот то, что я вышел на Арама Ильича Показал ему свою музыку Вот, и он сказал Да, Георгия, беру Но вот поступайте Надо поступить Все сдавать надо Вот, а если поступите То будете в моем классе Вот так оно и получилось Пять лет я занимался Арама Ильича Ну, так же и пришла любовь к полифонии Именно в Московской консерватории Или раньше? Вы знаете, тоже вот Не буду кривить душой Не скажу, чтобы я уж так Интересовался полифонией Даже больше могу сказать Что я, как большинство студентов Очень так плохо относился Халатно относился Мало занимался И никогда не думал Что придется преподавать в полифонии А вот когда я вернулся в Ригу Мне вдруг предложили здесь А хочешь в консерватории работать И преподавать спецкурс в полифонии Как у тебя с полифонией дела? Ну, я, конечно, говорю Да, прекрасно, очень хорошо Отказываться, что ли? Так что он как-то Я вот так был перед фактом поставлен И вот пришлось Осваивать заново весь курс Буквально Вот преподавая Но ведь и у вас дипломная работа В Московской консерватории Все равно была посвящена Полифонической теме Нет, простите Это не дипломная работа Диплом у меня все-таки по композиции А именно по композиции А в аспирантуру, когда я поступил Вот тогда в аспирантуре У меня была первая диссертация уже по Сначала кандидатская как раз Кандидатская как называлась Да, это было по Оке Гему Композитору 15 века А потом, значит, я уже после аспирантуры Решил дело ввести дальше Стал заниматься полистриной Еще, значит, по полистрине написал Так что это уже после диплома Композиторского все было Были ли изданы эти работы Или пока так же остались Фактически в архивах Полностью не были Но фрагменты, такие главные фрагменты Были опубликованы Без публикации нельзя было защищаться Так что надо было там Минимум какой-то публикации иметь И по размеру, и по объему И по содержанию Потому что все это имело место Были публикации, конечно Ну и, кстати, по полифоне Наверное, все-таки Самый полифоничный инструмент Если можно так сказать Это орган Ну так считается традиционно Традиционно И, дорогие друзья Мы разыграем два билета В Домский собор На закрытие фестиваля Ригас Домс Это в эту пятницу Будет выступать Вита Калнцима И ее дочка Лена Андретта Калнцима И также будут еще ударные инструменты Будет выступать Это Эдгар Саксонс И в программе Гендель, Бах, Турнэмир А также латвийские композиторы Земзарис и Каллэйс Первый, позвонивший в нашу студию Получит два билета На концерт в Домском соборе В эту пятницу В 19.00 Ну и, конечно, также можно звонить И задавать вопросы Нашему сегодняшнему гостю Композитору Георгу Пелецесу Наш телефон 672-12-939 Знаете, Георг, я Когда переехала в Ригу Увидела, как много Органистов Композиторов пишут Именно для органа А в вашем творчестве Вот то, что я увидела Не увидела Есть что-то для органа? Есть для органа Как для ансамблевого инструмента Сейчас минутку Мы примем звонок Алло, здравствуйте Добрый день Я не знаю Может, я вас неправильно понял Но я хотел быть первым позвонившим Все правильно Да, да, да Все правильно На закрытие международного фестиваля В Домском соборе Будет выступать Вита Канциема Орган Лина Андрето Канциема Тоже орган Я уже все понял Да, пожалуйста, позвоните мне По телефону 220-929-00 После передачи Я скажу, как забрать билеты Я так Девушка Я повторю еще раз Я так быстро не могу Конечно 220-929 929-00 Как ваше имя будет телевизорно? Я ведущая передачи Елена Привалова Мы с вами знакомы Меня Леонид зовут Очень приятно Позвоните после телепередачи Так вот, получается У вас есть, Георг Одно произведение Где орган в ансамбле А что за ансамбль? Ну, вот это вот Цветы До передачи мы с вами разговаривали Я сказал, что последний у меня такой цикл Получается Музыкальные цветы Там примерно 10 таких композиций В основном, значит, для камерного оркестра В скрипке И вибрафона Ну, вот Один из цветков Это Георгины Вот для Органа с арфой О, как красиво! Красиво! Бедным музыкантам приходится Арфу тяжеленную Таскать наверх К органу Это всегда большая проблема Физическая такая Но они так вот просили Вот две таких очень милых девушки Которых такой интересный ансамбль Арфа с органом Это Диана Диана Яунзема Портмай Совершенно верно Совершенно верно Да И вот у меня есть такая партитура Где орган и арфа Потрясающе, да Действительно Возможно Они даже это играли Как-то был концерт Когда В церкви Святого Павла И возможно Совершенно верно Вот тогда было первое исполнение В церкви Святого Павла Да, совершенно Несколько лет назад Было года два, наверное Я как раз В течение пяти лет Организовывала концерты Благотворительные Церкви Святого Павла Но вот на том концерте Я как раз была в России Потому что Больше курсировала Как раз на две страны Дорогие друзья Расскажу вам немного О концертах Завтра 16 А, сегодня 16.09 Это уже Не актуально А вот 17.09 Будет выступать В Домском соборе Концерт Пиколов В 12.00 Ивета Пелше Орган В программе Иоганн Себастьян Бах Токата и Фуга Рэй Минор Хоральные прелюдии И в заключении Жан-Николай Леминс Фанфары 18.09 В 12.00 За органом Илза Рэйне В программе Иоганн Себастьян Бах Фантазия Соль Мажор Затем Переложение Такое очень необычное Обычно Это всегда с голосом Можно услышать Иоганн Себастьян Бах Шарль Гуно Ава Мария Это вот можно услышать Только за органом Как раз в исполнении Илза Рэйне Роберт Шуман Этюд для органы И Георг Фридрих Гендель Хорн Пайп 19.09 Это в субботу Будет Вивальди Времена года В исполнении Юрия Савкина Ирина Валикжаниной Виолончель Юрий Савкин На скрипке солирует И я буду играть На органе Мы сделали Такую транскрипцию Для скрипки Виолончели органа Очень много уже Ее исполняем И К сожалению Не могу вас пригласить На этот концерт Потому что все билеты Уже проданы На этот концерт В 12.00 В Домском соборе Выступает Симона Сунепа И у нее в программе Иоганн Себастьян Бах Таката До Мажор Хоральные прелюдии И Также будет Еще очень необычный Композитор Перси Флетчер Рождественская Таката Вот как вы думаете Георг Заслуженно ли Иоганн Себастьян Бах Включен в каждую Органную программу Заслуженно Я думаю Тут ответ Только один Конечно Заслуженно Но это В общем Большое искусство Составлять Интересные программы Наверное Вот Составители Хотели популярную Достаточно музыку Потому что Бах Крайне популярен У всех органистов И у слушателей Сочетать С чем-то новеньким С чем-то неизвестным Вот такой принцип Построения программы Поэтому там Бах Плюс Какие-то Иксы Да Ну вот вы знаете Когда делаешь Баховский концерт В Москве То там всегда Аншлаг С Бахом Там уже Всегда дружат А вот Когда делаешь Баха в Риге То нужно Очень потрудиться Чтобы был Аншлаг Как вы думаете С чем связано Хотя То есть Понятно Что в Москве Больше людей Это Как бы Но тем не менее Вот сам факт То есть Когда здесь делаешь Вивальди Времена года Вот всегда Аншлаг А вот на Баха Нет Ну так Бах считается Более такая Тяжелая пища Музыкальная Поэтому надо Надо потрудиться Над рекламой Наверное Давать какие-то Фрагменты В общем Воспитывать слушателей Надо Все будет нормально А из вашего Полифонического курса Который вы преподавали В течение 50 лет В Латвийской Академии музыки Вот Как вы думаете Кто самый Выдающийся Полифонист Если можно так Сказать Можно ли выстроить Эту иерархию Понятно Что это вершина Барокко Конечно Бах Но вот Как вы считаете Расскажите Нашим слушателям Ну Масса интересных Полифоний В каждом стиле Очень Можно найти Интересные примеры Полифония Этим-то Полифония Интересна Еще Танеев Говорил Что гармония Меняется Стиль гармонический Меняется А принципы Полифония Остаются В общем-то Принципы Контрапункта Так лучше сказать Так что Очень много Примеров Мне бы Очень-очень Близок Стиль Полифония Где именно Полимелодика Что такое Полифония Если вот Какой-то Синоним Придумать Это именно Полимелодика И чем больше Вот этой Полимелодики Чем она Насыщеннее Тем эффектнее Полифония Вот А именно Именно Вот это Полимелодическое Начало Как раз Крайне характерно Для Вообще Для строгого стиля Особенно Для полистрины Последнее время Вот в интернете Такие Роскошные записи Появляются И как-то Заново Заново Открываю Этого Композитора Для себя И заново Наслаждаюсь Его музыкой Его полифонией Как вы думаете Антонио Вивальди И Аганн Себастьян Бах Фактически Жили в одно и то же время Только в разных странах Но вот у Антонио Вивальди Музыка фактически Гомофонно-гармоническая Уже А Бах Все-таки Является уже Вершиной Полифонического стиля Доведший Даже До Ну Действительно До Самого высокого уровня Полифонический стиль Почему такая разница Почему В одно и то же время Один полифонист А другой уже Гармонист Ну Это самые Это разные традиции Если мы возьмем 17 Или 18 Век Допустим В России Там тоже совершенно Другая история будет Это нормально Просто Баху крайне Свойственно Вот такое Синтезирование Что ли Он много Обобщил И Впитал Вот В свои Полифонические Немецкие Традиции Итальянскую Концертность Что такое Вивальди В первую очередь Это концертность Все-таки Конечно Там и опера есть И оратория Все понятно Но тем не менее Это концертность Это же Четыре с лишним Концертов Вот И Бах Это все Использовал Даже обработал Как известно Органные концерты По Вивальди Вивальдия Так что это просто Очень свойственно Для Баха Синтезирование Он Вобрал в себя В том числе И концертный Стиль Вивальди Ну как вы думаете Вот если Говорит так Органный Композитор Все-таки Кто самый Органный Композитор Ну это вам лучше знать Вы органистка Да Ну а вы композитор Тем более Занимаетесь Полифони Это же Есть романтические Орган Да Вот очень там Совершенно Другая история Называется Как говорится Другая история Да Есть Барочные органы Есть Так что Я бы тут Это все-таки Не спорт Рудно сказать Кто первый Кто лучше Кто быстрее Кто выше Тут Прелесть в каждом стиле Я думаю Своя Своя прелесть В своем творчестве Использовали Это свое второе направление Я имею в виду Именно в композиторском творчестве Направление работы С полифонией Отражалось ли это Или все-таки Ваш стиль Немного другой У меня немного Полифонии Честно говоря Мне так как Не очень Это как Что ли Творческой личности Не очень Близко Это мы шли Не хотели Достаточно Я думаю Кто-то займется Таким анализом Это Что-то Интересное Можно найти В моем стиле Но я думаю Еще впереди Я как-то Мне кажется Иду к полифонии Может быть Приду к каким-то Эффектным решениям Над чем вы сейчас работаете Какие работы Сейчас как ни странно Я стал перебирать Свои студенческие рукописи Вот И обнаружив Там Очень неплохие вещи Некоторые есть Но они не в компьютере Они рукописные И может быть Кое-что Немножко там Подправить надо Хотя практически Они не нуждаются В корректировке Нуждаются только в том Чтобы вот В компьютер Все загнать Называется Вот хоровые Хоровые Произведения На таких Малоизвестных Русских Поэтов Прошлого века Как Николай Трябкин И Юван Шесталов Вот у меня есть Хоры На их стихи Вот я Сейчас Компьютеризацией Этих Произведений Занимаюсь Получается Это ваши Ранние работы Как вы Почему обратились К этим поэтам Во многом Случайно Опять-таки Надо признаться Просто Я очень много Очень много Летал Из Москвы В Ригу Из Риги В Москву Когда учился Это стоило копейки Мы сейчас вспоминаем Даже не верится По студенческому билету Вообще На самолет Было 8,80 Да За полцены А на поезд И того дешевле Так что Я каждый месяц Летал И когда Вот я Бывал в аэропорту Или там На вокзале Я покупал То что продавалось На столах Таких Газетных И книжных И вот Очень там Часто бывали Приложения К огоньку Маленькие Дешевенькие Несколько копеек Они стоили И такие были Неизвестные Авторы Я застал Он прямо Их перелистал Думаю Интересно Самолете Надо почитать И брал С собой Действительно Что-то там находил Вот надо признаться Так вот Я откажу Для себя Вот упомянутых Николая Трябкина Ювана Шесталова Да В середине Вашего Жизненного пути Вы Обратились К православию И в принципе Можно сказать Что и ваш Творческая кредо Тоже изменилась Вы стали писать И произведения Для хоров И для православных Хоров Или это Нельзя так Проиводить Такую черту Что с православием Изменилась Творческая кредо Это вообще Знаете Сложный вопрос Для меня По крайней мере Сложный вопрос И вот Вопрос церковной музыки Конечно Когда вот я Пришёл к православию И Так или иначе Познакомился С тем Что звучит В церкви Мне-то хотелось Скажет тоже Что-то такое Откликнуться на это Что-то такое Делать И делал И делал И целый ряд Произведений Вот таких Церковных И литургических Но потом я понял Что скорее Этого делать Всё-таки Не надо Не надо Потому что В церкви Всё есть Всё есть И есть И традиция Знаменного распева И есть традиция Портесного пения Вот это уже новое Значит То, что сейчас Звучит В церкви И это всё-таки Не концерт А там Неизбежно Когда делаешь Какие-то Новые вещи Начинаешь Как-то думать По-концертному И Это неправильно Это неправильно Так что я сейчас Большой осторожности К этому Подхожу И в общем Для литургических Текстов Уже Не делаю Ничего Я думаю Не стоит Этого делать Но Очень много Духовных Текстов Которых Просто Очень Приятно Очень хочется Как-то озвучивать Перекладывать Для хора То есть Концертная Духовная музыка Может и должна быть Вот этот жанр Меня очень Интересует Концертная Духовная Может быть даже Можно сказать Концертная Православная музыка Но не церковная Церковная Она самодостаточна Именно поэтому Были созданы Как раз Оратории Да? Ну да Совершенно верно Да Есть Оратории И Христос Воскресе И Рождественская Оратория И Оратория Бог Есть Любовь У меня Значит Это Кстати На 800-летие Рики Было написано Это мне Заказали Хор Латвия Наш Самый лучший Хор Заказал Чтобы были Какие-то Произведения И от Католических Композиторов И от Литеранских Вот я От православия Наверное Никого Прошлого не было Крово меня Предложили Мне Вот я Сделал На нескольких Языках Кстати Тоже Не на русском Потому что Мне очень не хотелось Чтобы Понятие православия Было Связывали Именно Вот С русской Традицией Потому что Православие Это больше Чем Национальная Традиция Какая бы Она ни была И в Латвии Тоже есть Латышские Общины И есть Латышское Православие Потому что Если стоит вопрос О чем-то Посвященном Латвийскому Православию Надо конечно Принимать Во внимание Обе традиции Что я попытался Сделать Вот в этой Оратории Бог есть Любовь У нас есть Звонок Послушаем Что хотят Спросить Алло Здравствуйте Здравствуйте Ну вот Вы занимаетесь Классической Музыкой Ну понятное Дело Что Без Подпитки Государства Вы бы Вообще Не выжили Ну люди Просто На свои Деньги Не пошли Вот Поэтому люди Слушают Рок Музыку Вот как Вы относитесь Спасибо Спасибо за вопрос Ну надо Сказать Что я вообще Очень Как музыкант Очень толерантный Я С большим Интересом В свое Время Интересовался До сих пор Интересуюсь Фольклором Этно Традициями Самыми Различными Вообще Плохого Фольклора Вообще Нет Фольклор Это уже Визитное Картиство Музыки Вот Что касается Рока Ну во-первых Хочу сказать Что все-таки Джаз Это очень мощная Традиция И вообще Я может быть Скажу для вас Такую крамольную Мысль Что самое Самое ценное Самое яркое Что дал 20 век В музыке Это джаз Это джаз Вот Ну а в связи с роком Вот В 70-е годы Когда я В аспирантуре Учился в Москве Мы ходили В музей Скрябина В Москве Там была такая Электронная Студия И Были Так сказать Захвачены Вот тем Что происходит В направлении Так называемого Арт-рока Арт-рока Вот Арт-рок 70-х годов Такие группы Как Пинк Флойд Как ЕС Как Даже сейчас Из головы Много Уже Выскочило Кинг Римсон Конечно Вот Мы просто Заслушивались Этим 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 Людям Не нужна Насколько Это верно Ну я не знаю Это другой вопрос Финансируется Не финансируется Это другой вопрос Всегда нужно Уметь крутиться Чем бы ты ни занимался Нужно думать А кто Как говорится Кто-то заплатит Тем более Если ты профессионал Если ты любитель Это одно дело Если ты профессионал Сразу же встает Встает проблема Такая Нужно смотреть Где какие институты Есть Институции Как говорится Да Но есть вот допустим Как он называется Капитальный Фонд культуры Да В Латвии Вот Который рассматривает Вот заявки И во многом Завлитворяет Эти заявки Вот Это не так плохо Нет У нас сейчас Действительно Хорошо поддерживают Культуру А вот насчет того Что простым людям Не нужна академическая музыка Я как музыкант Я не знаю кому что нужно Конечно Сейчас такое разнообразие Что каждый выбирает Кому что нужно Но в принципе Нужно иметь Открытые уши И просто слушать больше Во-первых Больше нужно знать А потом уже Определяться С приоритетами Что нравится Что не нравится А то некоторые говорят Там я Мне не нравится Просто не зная Чего-то допустим Ты послушай Вникни сначала Как в любом деле Это относится И к литературе И к чему угодно Вообще То есть нужно сначала знать А потом выносить суждения А то получается Что я там Солженицына не читал Но я это ненавижу Да Или Пастернака Я не читал Конечно Но это конечно безобразие Как в советское время говорили Да Не читал Но осуждаю Но осуждаю Да Вот так Чтобы на эти На эти рельсы Не вставать Нам Ваш друг Владимир Мартынов Написал книгу В принципе утверждает О том Что настал конец Классической музыки Композитор Да То есть конец Композитора То есть в принципе Вы в одном из интервью Говорили о том Что неправильно Обучают Музыкантов И исполнителей Очень схожие И суждения И вот Почему вы считаете Что именно неправильно И А как правильно Ой да Это тоже сложный вопрос Всегда легче выступать С критикой Чем значит Что-то такое позитивное Сказать Нет Ну во многом Во многом Во многом Все делается правильно Во многом Все зависит И от Учебных заведений И от личностей Вот от личности Очень многое зависит Потому что Даже допустим Вот в советское время Как бы к нему не относиться Там так его ругают Ну допустим Не будем этого Касаться сейчас Но тоже Все зависело От личностей Вот были крупные личности Вот допустим Тоже Юрий Николаевич Холопов Да Это музыковед Московской консерватории Да Музыковед Московской консерватории Или там Можно других назвать Там Назайкинский Тоже музыковед Московской консерватории Это же крупнейшие личности, и в конце концов, какая разница, в какое время они жили, это же вопрос исследования специального, как, допустим, обстановка влияла на их взгляды, на их возможности, на их суждения. Но это крупнейшие личности, и было счастье общаться с ними, учиться у них. Так что, кто хочет, тот научится. Тут очень важно не просто думать о том, как правильно учить, а скорее акцентируешь, как правильно учиться. Хочешь – ищи, находи людей, тем более сейчас. В интернете вообще раньше люди в библиотеке пытались попасть в лучшие с трудом большим, а сейчас в интернете всё есть просто, щёлк, щёлк. Ну, так я, конечно, упрощаю, но, в принципе, щёлк, щёлк, и любая информация тебе доступна. Было бы желание. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У Раймонда Пауза был такой разговор, он сам рассказывал тут по радио когда-то, что пришёл маститый композитор-симфонист и говорит, что вы это самое здесь пишете? Я вот пять симфоний написал, десять ораторий и так далее. А вы, это такие песенки, как «Миллион алых роз», и я могу всё написать. Пауз Сехидно усмехнулся и сказал, ну, напиши хоть одну. После этого тот рассердился и убежал. Спасибо. Ну, Раймонд Пауз абсолютно прав, но кто же нам мешает писать «Миллион алых роз»? Напишите не сто, а хотя бы одну. Я очень сомневаюсь, что её будут петь и любить. Весь Советский Союз был без ума от этой песни, и не только от этой. Вот пойди сделай так. – Георг, какое у вас самое любимое ваше произведение? Как любимый ребёнок? – Ну, это всё равно, что спросить, какой из всех детей у тебя любимый. Так же трудно ответить. Ну, как, все дети любимые, все произведения тоже, в общем, достаточно любимые. Все делали с большой любовью, с большой отдачей. Так что я бы так не сказал, не затрудняюсь в ответе, что какой из них любимый. – Что они у вас уходят на то, чтобы создать какое-то произведение? – Вы знаете, я пишу быстро вообще. Я или вообще не пишу, не мучаюсь, так сказать. Вижу, что не идёт дело, но я, в общем-то, ну, так почти не принуждаю себя. А когда вот я чувствую, что поймал что-то такое, да, то, что мне интересно, то довольно быстро я это оформляю и довольно быстро это всё довожу до последней точки. – Многие композиторы пишут за роялем, кто-то пишет за рабочим столом. Как пишете вы? – За роялем, за роялем. Хотя теперь же, конечно, вот в несколько этапов за роялем, там свой этап, а потом компьютерный этап тоже очень важный, там начинаешь всё это доводить, и визуально смотришь, чтобы всё визуально как-то имеет обратную связь, оно, значит, уже заставляет как-то и звуковой материал менять немножко. Всё должно быть гармонично, и визуальное выражение, и звуковая суть, так сказать. – Дорогие друзья, немного вернёмся к нашей концертной афише. 19 сентября в 19.00 дают «Набук» Джузеппе Верди в оперном театре. 20 сентября «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пучини. Очень интересная опера, обязательно сходите. 21 сентября в 12.00 концерт «Пикколо» за органом «Дигна Маркуле». Иоганн Себастьян Бах, «Прелюдия до и фуга до минор», «Хоральные прелюдии» и Леон Бюльман «Молитва», а также ещё будет и «Луи Верн Кортеж». 22 сентября в 12.00 это концерт «Пикколо» Илва Лэмпа за органом. Иоганн Себастьян Бах, «Прелюдия и фуга до мажор». Алессандро Марчелло в обработке Иоганна Себастьяна Баха, «Адажо Ре минор» из «Гобойного концерта». И 23-го в оперном театре дают «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пучини. В Домском соборе в 12.00 концерт «Пикколо» опять, «Токката и фуга Ре минор» и «Реган» Себастьяна Баха, «Луи Верн» финал из первой органной симфонии. Вот «Луи Верн» наряду с Шарлем Видором создали новый жанр – органная симфония. Конечно. Романтический орган, да, романтический орган. Как вы думаете, возможно ли вот сейчас создать какой-то новый жанр? Вот как это создавалось ещё даже в конце 19-го века. Возможно что-то такое сделать? Или всё-таки уже всё создано, и нужно идти по протарённым дорогам? Надо сказать, что сейчас очень размыты границы жанров. Очень размыты. Если раньше было что-то более-менее определённое, что-то симфония, что такое соната и так далее, то сейчас всё может называться симфонией. Вот у, скажем, Геи Кончелли семь симфоний. Одночастные произведения, в общем, небольшие. В общем-то, все по одному, что ли, плану построенные. Он, композитор, назвал это симфониями. Ну, мог бы назвать по-другому, наверное. Так что очень сейчас всё, так сказать, волонтарически делается. Хочу, называю, концерт. Хочу, называю, симфония. Хочу, называю, как-то по-другому. Сейчас вообще теория жанров, мне кажется, в большом кризисе. А вам какой-то жанр близок? Вот концерт для фортепиано с оркестром? Совершенно верно, да. Мне очень близок концертный жанр. Концерты большие, концерты малые. Я их называю концертино. У меня их, наверное, больше десяти уж наверняка. И, кроме того, оратория. Я с удовольствием пишу для хора, хорошие тексты. Но это очень трудно исполнить. Вот мы говорили о проблеме исполнения. Это очень, вообще, сложная проблема. Потому что музыку можно сделать, но если она тебе специально не заказана, то потом большие проблемы, да, даже с исполнением. Давайте послушаем еще один вопрос от слушателей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Доводились ли вам работать с дирижером Леонидом Вигнером? Есть ли ему памятник сейчас? Спасибо за вопрос. Да, начну с конца. Памятник Леониду Вигнеру есть. Но я, правда, сейчас вот на вскидку не могу вспомнить, где именно он находится. Я даже недавно его видел. Наверное, где-то в Риге он стоит, не вспомню, где. А работать мне с ним не приходилось. В конце нашей концертной афиши 23 сентября и 25 сентября в концертном зале «Артиссимо» выступает Ренни Заринч. С программой можно ознакомиться в фонда Германа Брауна. И это все организовывает Инна Давыдова. Вот, Георг, кто заказывает в основном произведения вам? Ну, исполнители сами. Вот, простите, еще я вспомнил относительно последнего вопроса. Памятник Леониду Вигнеру стоит в сквере у оперы. А, вот оно. Около фонтана недалеко, да, так что там вот это можно видеть. А что касается заказов, ну, по-разному бывает. Бывают какие-то проекты. Тогда, значит, кому-то приходит в голову включить меня, скажем, в проект. Вот у нас такой-то проект, кстати, который «Белая ночь» недавно был. Недавно был, да. Вот Яков Геронимус задумал так, чтобы вот там три человека, три композитора принимали участие. Значит, он, Платон Буравицкий и я. Ну, вот и началось, и поехал. Значит, что-то надо было написать, подготовить. Вот один пример такого заказа. В других случаях по-другому. Вот, кстати говоря, тоже, если мне позволено, будет саморекламой. Конечно, конечно. Вот вы о Домском говорили. Вот 21 октября в Домском у меня будет премьера «Тедеум». Это хор «Радио» и «Орган». Вот, кстати, вот «Юлзерейна». Вот это от них исходило, такой вот заказ. Вот, и я вот говорил о «Органе» с «Арфой», тоже от этих милых девушек исходило вот такое конкретное предложение. Так что по-разному, в основном, сами вот как-то исполнители обращаются, и приходится вот… У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день, Леонид. Такой немузыкальный вопрос, если позволите. Вот идти в Домский собор. Нужно ли брать с собой маску? Как там с рассадкой слушателей? Спасибо за вопрос. Будьте добры. Спасибо, да. Вопрос, конечно, не к Георгу, не к нашему гостю, Георгу Пельцисову, композитору. В Домский собор маска не требуется. Рассадка там как раз ковидная или антиковидная. Будете находиться друг от друга в полутора метрах. И поэтому обязательно ходите в Домский собор. Это, мне кажется, сейчас одно из самых постоянных мест, где можно услышать музыку. Мне, как органистке, всегда очень досадно, что, наверное, еще осталось очень много жителей в Риге, которые ни разу не были в Домском соборе. И когда мы разыгрываем билеты в Домский собор, многие говорят, я первый раз пойду в Домский собор. Как вы думаете, с чем связано, что меньше стали люди ходить на концерты именно классической музыки? Неужели все рок вытесняет? Не в роке дело. Дело в том, что очень насыщенная музыкальная среда вообще звучит все. Люди приходят после работы, включая телевизор, даже не могут сказать, что по телевизору идет вообще. Лишь бы, чтобы он там шумел и кричал. И на улицах, и везде все время что-то звучит. Люди устают от этой музыкальной, я бы сказал, не музыкальной, а звуковой агрессии. Поэтому еще куда-то идти, специально одеваться, ехать, тратить время, сидеть еще, отдаваться этим звукам. Не каждый на это способен. А зачем? Вот телевизор есть, радио есть, вот включил все, и достаточно этого. Такая леность души, люди не хотят познакомиться с тем или понять, насколько музыка глубока и разнообразна. Они судят по музыке, о музыке судят по тому, что звучит у них под руками в телевизоре и на улице. Дорогие друзья, в конце передачи мы разыграем еще два билета на мой концерт 26 сентября в церкви Святого Павла. Будет выступать, наверное, самый титулованный молодой саксофонист Айгерс Рауманис, выпускница Московской консерватории Ирина Валикжанина, виолончель, я буду играть на органе. И в программе у нас история танго Астера Пьецолы, также его зима из цикла «Времена года» и знаменитый «Обливион». Но интересно то, что будет произведение, которое очень редко можно услышать. Это трио композитора, который известен в первую очередь своей киномузыкой, Нина Ротте. Он написал трио для кларнета, виолончели и фортепиано. А мы сделали переложение, ну вернее даже это не переложение, а просто играем версии для саксофона, виолончели и органа. Очень необычное произведение. Как раз прозвучит 26 сентября. И первый позвонивший в нашу студию может выиграть два билета. Телефон 672-12-939. Концерт 26 сентября. Мне, как органистке, было очень необычно. Ведь мы часто делаем программу «Музыка-кино», и где исполняем Нина Ротте. И я не ожидала, что это вполне академичный композитор, который также и написал замечательное трио. Вот как так складывается исторически, что композитор может прославиться чем-то одним, а остальное творчество остается в забвении? Вот такие загадки истории, да. Мне доводилось концерт для тромбона слышать Нина Рота. Тоже очень неожиданно было, тоже чисто академически. Но вообще очень много композиторов, которые широкой публике почти неизвестны в таком академическом ключе. А как киномастера они очень крайне известны. Вот Эдуард Артемьев, например. Тоже Владимир Мартынов. И, кстати говоря, Альфред Шнитке. Мало кто, может быть, значительно меньше его знают как академического композитора. И еще, может быть, меньше его любят. Да, а вот именно киномузыку любят. А киномузыка прекрасная, действительно замечательная киномузыка. Сейчас минутку мы прием, звонок. Губа Адулина, например. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я вот только пришла домой, включила радио. Я слышу вашу беззамечательную программу о культуре и о музыке, о баргане. И ваша давнишняя почитательница. И вот разыгрывается билет. Прекрасно. Позвоните на мой телефон после передачи 220-929-00. Да. 220-929-00. Пожалуйста. Да, с удовольствием. Спасибо. Да, и получается, что и Губай Дульный, и очень много композиторов. И тот же Шостакович писал музыку. Ну, конечно, среди всех перечисленных у Шостаковича замечательная судьба, и его исполняют. А вот многих композиторов, конечно, гораздо меньше исполняют. Самый яркий пример Нина Рота, конечно. Да, Нина Рота. Который до Феллини вообще всё. Да. В общем, в этой связи его и знают. А что он другого писал, в общем-то, даже специалистам мало известно. Были ли вам предложения написать киномузыку? Вы знаете, нет. Нет, надо признаться, что как-то вот, к моему сожалению, как-то эта вот сторона обошла меня. Ну, ещё не время. Всё может... Да, может быть. Ещё небольшой вопрос. Как вы думаете, вот существующее авторское общество, которое, с одной стороны, защищает композиторов, действительно ли оно необходимо в наше время? Не способствует ли оно тому, что современную музыку играют гораздо реже из-за того, что нужно платить авторские отчисления? Вот вы как композитор, как считаете? Ну, какое общество имеете в виду? Союз композиторов? Ну, нет, не союз композиторов. Я имею в виду, вот в России это российское авторское общество. Здесь это акка, когда надо за каждое произведение выплачивать авторские. Ну, конечно, без них просто вообще представить себе нельзя, как всё это будет организовано. И за границей тоже в каждой стране есть эти авторские общества, которые следят, берут себе, конечно, 20%, но остальное всё-таки они перечисляют композиторам. Перечисляют? Да, да, конечно. Кроме России, кстати говоря. В России они как раз берут точно так же. Меня там довольно часто играют, но что-то я, значит, денежек из России не вижу. А когда играют в Европе или в другом мире, там очень всё чётко, культурно и всё порядочно происходит. Дорогие друзья, у нас в гостях был выдающийся композитор Георг Пелицис, выпускник Московской консерватории, защитивший диссертации, кандидатскую и докторскую диссертацию на темы по полифонии. Вот назовёте нашим слушателям, как ваши темы назывались? Слишком. Это же интересно. Я боюсь, что нашим слушателям вряд ли эти темы что-то говорят. Но, в принципе, кандидатская диссертация называлась «Полифония Иоганнеса Акегема и традиции нидерландской школы». А вторая диссертация называлась «Полифония полистрина и строгий стиль». Георг Пельцис в течение 50 лет преподавал полифонию и контрапункт «Строгий стиль» в том числе. В Латвийской академии музыки. Замечательный композитор, собеседник. Благодарю вас за встречу. Спасибо вам большое за интерес к моей персоне. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.